Доброго времени суток! Новогодние праздники уже на носу, но свежий выпуск IGM News никто не отменял, а это значит, что мы снова готовы рассказать вам о главных событиях в игровой индустрии за последнюю неделю. Сегодня в выпуске. Модеры добавили в Counter-Strike Global Offensive королевскую битву. Умер актёр озвучки, работавший над Left 4 Dead и Dota 2. Появились первые подробности о следующем DLC к Destiny 2. Разработчики опубликовали концепт-арты любительского продолжения Half-Life. Кажется, для игроков, которые не любят королевскую битву, наступили по-настоящему тяжёлые времена. После успеха PlayerUnknown's Battlegrounds этот режим начали добавлять все, кому не лень, и данная мода не прошла мимо поклонников CSGO. Разработчики-любители добавили в сетевой шутер от Valve мод под названием Go for the Kill, превращающий игру в аналог Battlegrounds. На месте все признаки проекта PUBG Corp. Игроки высаживаются на карту на парашюте и начинают усиленно лутать увеличенную в 4 раза локацию The Overpass, сражаясь не только с другими пользователями, но и с постоянно уменьшающейся безопасной зоной. Впрочем, моду всё же далеко до масштабов своего прародителя. Он рассчитан всего на 20 человек. Стоит отметить, что модеры взяли идею не с потолка, а использовали вполне реальные наработки самой Valve. Так что, кто знает, возможно, в будущем нас ждёт полноценная Battle Royale-модификация от самих разработчиков CSGO. Что угодно, лишь бы не разрабатывать проекты с упором на качественную одиночную кампанию. К сожалению, под конец года всех поклонников в видеоигр ждала грустная новость. В возрасте 89 лет скончался актёр озвучки Джим Френч, подаривший голос Биллу из Left 4 Dead, Элдер Титану из Dota 2 и отцу Григорию из Half-Life 2. Помимо своей работы в сфере игр, актёр оставил значительный след в истории радиоэфира, которому он отдал более 60 лет жизни. Френч брал интервью, писал сценарии для различных постановок и спродюсировал более восьми сотен передач. Френч – не единственный актёр озвучки Half-Life 2, ушедший из жизни в 2017 году. В октябре поклонники шутера попрощались с Робертом Гийомом, озвучившим роль Илая Вэнса. Как и его коллега, Гийом скончался в 89 лет. Это не через партия, пока мы не сходим из города. У Destiny 2 в этом году всё явно идёт не так гладко, как рассчитывали разработчики. Сначала игроки обнаружили скрытые механики, замедлявшие получение косметических предметов, после стали жаловаться на недостаток контента, а после выхода первого DLC под названием «Проклятие Сириса» и вовсе потребовали вернуть деньги. С конфуза началась и история дополнения Gods of Mars, содержимое которого раньше времени слили в PlayStation Store. Страницу, раскрывшую тайну будущего DLC, оперативно удалили. Но её скриншоты быстро распространились по сети, так что остановить утечку не вышло. Что же мы узнали о второй партии дополнительного контента к проекту Bungie? Как несложно понять из названия, его действие пройдёт на Марсе и будет посвящено борьбе с неким зловещим искусственным интеллектом. Помимо этого игрокам предстоит встретиться с ещё одним легендарным стражем. На этот раз им станет охотница Анна Брей. Всё это до боли напоминает сюжет «Проклятие Сириса». И кажется, пользователям стоит заранее начать возмущаться. Но у разработчиков в рукаве остался козырь. Судя по слитой информации, вместе с выходом Gods of Mars в шутере появится новая раса врагов под названием «Ремнанс». Уже это как минимум подогревает интерес к будущему DLC. В остальном набор выглядит действительно стандартным. Игроков ждут новые сюжетные миссии, мультиплеерные карты и экипировка. Наверняка стоит ожидать и повышения максимального уровня прокачки. С другой стороны, нельзя уверенно сказать, что сейчас Destiny 2 нуждается в безумных экспериментах. Сотрудникам Bungie стоит для начала разобраться со множеством проблем, существующих в нынешней версии игры. А уже потом начинать придумывать новые механики. Хочется надеяться, что Gods of Mars как раз станет тем самым шагом в правильном направлении. Радостные новости для всех, кто еще надеется на продолжение Half-Life. Фанаты игры не стали ждать у моря погоды и после долгих лет ожидания взяли инициативу в свои руки, запустив разработку Project Borealis. Любительская игра будет основана на сценарии, опубликованном автором оригинальной идеи Марком Лейдлоу и продолжит историю Half-Life 2 эпизод 2. Если не вдаваться в спойлеры Гордону Фримену и его спутникам, в очередной раз предстоит столкнуться с войсками Альянса, более известными как комбайны, и захватить корабль, использующий технологии пришельцев. Естественно, не обойдется без манипуляций с пространством и временем, да и загадочного Джимена. Пока не очень понятно, как группа фанатов справится с получением лицензии на культовых персонажей. Да и сама игра пока явно далека от завершения, публике показали лишь несколько концепт-артов да моделей врагов. По словам разработчиков, геймерам стоит ждать новой информации в начале 2018-го. При этом Project Borealis не единственный проект в культовой вселенной, сделанный стараниями фанатов. Так, на этой неделе в сети появились новые скриншоты фанатской игры Opposing Force 2 Lost, продолжающей историю дополнения к оригинальной Half-Life. В отличие от Borealis, дата выхода этого проекта не кажется такой уж далекой. Разработчики пообещали выпустить полную версию уже в феврале наступающего года. Хочется надеяться, что труд независимых энтузиастов не пройдет даром, и, кто знает, может быть, представители Valve, наконец, обратят внимание на то, что игроки по всему миру с нетерпением ждут от них анонса по-настоящему стоящей игры, а не артефакт. Вот и подошел к концу последний выпуск IGM News в 2017 году. От лица всего нашего коллектива поздравляем вас с наступающими праздниками и желаем вам встретить их в компании родных и близких людей, ну или хотя бы любимых ПК или консолей. Делитесь своими новогодними пожеланиями к нашей передаче в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать выпуски новостей в 2018 и вступайте в группу IGM в ВК.